Привет, друзья! Сегодня у нас довольно необычное видео, в котором я просто пойду на работу, а заодно покажу вам, как устроен департамент экономики в университете UW-Madison. Здание департамента находится на очень крутом холме в очень живописном месте на берегу озера Мендота. Из-за такого необычного рельефа вход с улицы есть на второй, третий, четвертый, пятый и даже шестой этажи. Основной и единственный открытый для студентов сейчас вход находится на шестом этаже. Перед этим входом находится колокольня – подарок выпускников университета. Традиция дарить хорошие подарки университету очень популярна в Америке. Для контраста мой выпуск в российской экономической школе подарил холодильник для студенческой комнаты отдыха. Чтобы попасть в здание, на входе нужно предъявить негативный тест на коронавирус, сданный в течение последних 7 дней. Начнем с того, зачем я сюда и пришел, а именно провести пару. Очных пар сейчас совсем немного, а коронавирусные стандарты довольно строгие. Потому мне дали поточную аудиторию для семинара на трех человек. Для соблюдения социальной дистанции места, на которых студенты могут сидеть, отмечены зелеными наклейками. Как вы уже заметили, здание департамента очень старое, а доски почти всегда меловые. Что мне нравится в таком преподавании, то, что дают такую огромную аудиторию с такими огромными досками. У меня есть 4 доски, которые я могу смело катать вверх-вниз, то есть что-нибудь написал, откатил наверх, пишу на следующем. Это очень удобно, в принципе, за семинар, который длится 50 минут, особо ничего стирать и не нужно. Все умещается на доске и так. Всего в неделю провожу 3 занятия, 2 из которых дистанционные в зуме. Ну а так проходят мои семинары в онлайне. У меня включен компьютер, в котором включен зум, на который я транслирую экран своего айпэда. А на айпэде, естественно, пишу уже ручкой. Вот так. Сегодня на занятия из тех человек пришли только двое. Хорошо, что хоть не ночь. А теперь немножко пройдемся по зданию. Вот так выглядит офис аспирантов первого курса. Одна комната на 25 человек, вот все их фамилии, где они сидят и что-то активно учат. Вот кабинеты профессоров, вот доски с объявлениями, на которых уже год не появлялась новая информация. Честно говоря, кроме первокурсников в здании особенно никого и нет. Многие профессора уже целый год работают из дома. А это комната, в которой проходят презентации, доклады, а также департаментские кофейные и пивные вечера. На этих вечерах профессора и аспиранты говорят про исследования, да и жизнь в целом. Из окон открывается прекрасный вид на озеро Мендота. Вид на озеро вообще одна из основных фишек нашего департамента. Наше здание стоит, так сказать, на первой линии. А декан даже грезит идеей надстройки дополнительного девятого этажа. Но пока университетский власть не разрешает ему это сделать, потому что это закроет вид на озеро из соседних зданий. А может быть, просто нет денег. Конечно, здесь есть стенды, которые извлекают студентов учиться именно на нашем факультете. Согласно ним, средняя зарплата выпускника бакалавриата составляет около 60 тысяч долларов в год. Для аспирантов есть специальная комната, в которой можно печатать сколько угодно и когда угодно. Если вы бакалавр или магистр, то можете распечататься уже все только за деньги. Есть интересный стол, на котором лежат научные журналы, которые присылают профессорам, когда они в них что-то публикуют. Профессорам они не нужны, да и аспиранты чаще всего используют их как подставки для мониторов. А так выглядит кабинет для учащихся второго или третьего курса. Это уже комнатка на поменьше, всего на 6 человек. Есть доска, куча людей оставили свои книжки. Кто-то оставил свою обувь, вот есть столик чай пить. Ну, да, в стесноте до него видим. Тут еще бардак такой, если честно. Остался после того, как в марте 2022 года всех выселили. Другой кабинет второкурсников. Тут вообще комнатушка, одни стены и четыре стола. Одному студенту, видимо, надоело все время смотреть в стену, и он решил добавить немножко комфорта в свою жизнь. Обычное время в этих комнатах есть кофеварки, чайники, иногда даже холодильники и микроволновки. У нас также есть переговорки, закрытые сейчас компьютерные классы и серверные с суперкомпьютером, к которому есть доступ у аспирантов и профессоров. В соседних зданиях есть столовые, а в самом департаменте есть лендинговые аппараты, автоматы с кока-колой. Конечно же, обычные американские фонтанчики с водой. Есть специальное помещение, в котором можно хранить, разогревать и кушать еду. Субтитры подогнал «Симон»! Кроме того, есть еще одна кухня с холодильником и микроволновкой. Так, что у нас тут в холодильнике? Мышь повесилась и плесень какая-то. Ой, ноу! Мусор, естественно, сортируется на множество различных категорий. Чтобы не нарушать требования по социальной дистанции, поход в туалет теперь выглядит вот так. Из бесплатного здесь есть не только научные журналы, но и ручки, тетрадки, какой-то сомнительный чай, шампуни и, конечно же, продукты женской гигиены. У каждого аспиранта есть свой почтовый ящик. Ну, как свой, делишь его с несколькими другими. Посмотрим, не пришло ли мне что-нибудь. Так, проверим почту. Так, наш ящик на шестерых. И так как кодит, то особо никто не приходит собирать. В обычное время студенты могут сдавать домашку в почтовый ящик преподавателю. Для этого здесь есть степлер, если вы забыли согреть дома, и список преподавателей и их почтовых ящиков, чтобы вы не перепутали. А это карта мира, на которой булавками отмечены города рождения профессоров и аспирантов нашего департамента. Как видите, большинство булавок находится в Америке, Китае и Южной Корее. Россия сейчас представлена Москвой, Ивановым, Петрозаводском, Челябинском и Воронежем. А вообще в департаменте представлены все континенты, кроме Антарктиды. Надеюсь, что вам понравилось видео про наш департамент. Посмотрите другие видео на нашем канале, ставьте лайки, подписки, все такое. Всем пока, спасибо, что смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok